И так дальше по всем нечетным числам. 13 июня русский язык, 15-го общества ведения, 17-го математика, 19-го биология, 21-го иностранные языки, 23-го химия, 25-го физика, 27-го история Беларуси, 29-го география. Замыкает цепочку учебных дисциплин всемирная история. Финальный экзамен пройдет 1 июля. Требования для регистрации на централизованное тестирование – это наличие документов, достоверяющих личность. Соответственно, ребятам надо будет оплатить так называемый регистрационный взнос, который составляет 0,1 базовую величину. И только после этого, так скажем, приходят к оператору и проходят регистрацию. То есть, соответственно, вся процедура прохождения, алгоритм прохождения регистрации, вся она тоже будет прописана на сайтах. Либо, в принципе, можно проходить, вернее, узнать эту информацию в пунктах регистрации. Каких-то особых изменений в 2019-м централизованное тестирование не получило. Начало экзамена – 11.00. Однако, прибыть на место, проведение испытания нужно заранее. С собой иметь только паспорт и черные гелевые ручки. На отдельной дисциплине возможен калькулятор. Проходить централизованное тестирование Брестской области будет в четырех вузах – Техническом, Пушкинском, Барановическом и Полесском. Обязательно наличие документов, достоверяющих личность. Паспорт ни в коем случае не отдавать на оформление виз, поскольку без паспорта не будет проводиться и регистрация, не будет проводиться пропуск на централизованное тестирование. И, соответственно, без паспорта ни в коем случае человек не сможет подать документы уже в приемную комиссию после получения сертификатов. Сертификаты будут в Бресте и, соответственно, в Пинске и Барановичах выдаваться уже после 10 июля. То есть, соответственно, будет возможность их забрать. При обнаружении каких-либо опечаток в этих сертификатах необходимо будет их поменять. Поменять их, естественно, можно будет только в Минске, в Республиканском институте контроля знаний. Регистрация на централизованное тестирование стартут 2 мая. Перечень дисциплин можно будет найти на официальных сайтах вузов.